Итак, всем привет, доброе утро! Сегодня у меня небольшой обзор двух посылок с сайта Алиэкспресс. Это мой первый заказ на этом сайте. Соответственно, по срокам, ну, приблизительно идет недели где-то три. Все-таки три недели, вот, учитывая праздники, учитывая, да, там, самую минимальную доставку, минимальную стоимость доставки. И, соответственно, хочу начать первый свой, с первого товара. Это туфли. Они очень классные. Они на сайте были обозначены как туфли гладиатора. Ну, что-то из этой серии, знаете, там, открытый носок, открытые, точнее, части тела, ноги. Вот, я их уже померила, они мне подошли, они мне впритык. Так, но, к сожалению, пока вот эти вот застежки, которые здесь сзади сделаны, не сходятся. Потому что у меня натерты мозоли на данный момент. И, соответственно, за счет того, что чуть-чуть ноги припухли, не застегиваются. Но я думаю, что эта проблема быстро исправится в ближайшее время. И погода, наконец-таки, нас порадует. И я уже смогу их одеть. Итак, что хочу сказать. Ну, наверное, для кого интересно, как это все приходит, я сейчас... Или давайте так. Сначала сделаем небольшой обзор на эти туфли, а потом уже покажу, в чем это все пришло. Значит, туфли. Кому интересно, могу, в принципе, ссылочку оставить под этим видео. Вы мне тогда напишите, если кому-то интересно, я могу оставить. Итак, начнем с того, что... Наверное, все-таки я вам покажу, в чем пришло, чтобы, в общем-то, рассказать о своих первых впечатлениях. Пришло это все вот в таком вот черном пакете. Вот. Он такой вот весь помятый. Тут, в общем-то, обозначение с адресом. Пакетик такой, ну, нормальный. Но когда я его взяла в руки, от него, естественно, был ужасный запах. Понятное дело, что пахли туфли. Это не натуральная кожа. Но думаю, что пахло не поэтому. Пахло, конечно, потому что упаковали эти туфли, скорее всего, уже три недели назад. Они находились в этом пакете очень длительное время. Плюс, соответственно, вы сами понимаете, мы не знаем, какие перепады температуры придержал этот пакет. Поэтому, естественно, что от него был запах. Ну, не такой, не резкий, но нормальный, в принципе, естественный запах для кожи, да, для какого-то там материала, скажем так, ненатурального. Каждая туфлина была... Туфли, простите. Каждая туфля была вот в таком вот чехольчике. То есть это очень приятно, что продавец упаковал очень так оригинально. Каждая туфля была в таком вот мешочке. И, соответственно, мешочки все эти оба были упакованы в эту пупырчатую пленку. То есть очень качественно, все, ничего тут не побито, ничего не отвалено, все в порядке. Итак, давайте начнем обзор, собственно говоря, вот этих вот туфель. Здесь у нас с вами размер 30... 245, почему-то написано снизу. В общем, 38 размер. Вот я сейчас держу их в руках, чуть-чуть есть все-таки запах. Я думаю, что это естественно, потому что нужно какое-то время, чтобы это все испарилось. Ну, давайте начнем обзор. Соответственно, вот туфли сделаны на вот таком вот небольшом каблучке. Что касается подошвы. Подошва сделана очень качественно. Здесь написано 245, это, наверное, какой-то номер партии. Я, к сожалению, не знаю. Естественно, что все это здесь склеено. Есть вероятность, что оно там через какое-то время отклеится. Ну, понятное дело, за свою цену покупала я их в районе 1600 рублей, что ли. Я сейчас не помню, я посмотрю, точно могу сказать. Но, в общем, не меньше, меньше 2000 рублей. Что-то было в районе 1600-1700. Соответственно, здесь можно регулировать вот эти вот дужки, у кого широкая здесь часть ноги, можно регулировать. И что здесь, что... А, нет, здесь уже нельзя. Вот здесь можно еще, кажется, регулировать и все. Что касается непосредственно стельки. Стелька вот в таком вот виде. Ну, конечно, убитая, ужасная, но она мягкая. Может быть, конечно, за счет... Видно по свойствам, что материал сам по себе стельки мнется, да. Но, в принципе, стелька неплохая, удобная, мягкая. То есть она не жесткая. Нога себя чувствует в ней очень приятно. Можно, конечно, сюда какие-то свои стельки положить. Кто что любит, в общем, да. Вот. Очень-таки, ой, приятный материал. Мне они очень понравились. Они здесь застегиваются. Хотя у кого, например... Например, как у меня сейчас до конца не застегивается, у меня вот до этого периода можно на самом деле носить открыто. То есть элегантно будет смотреться и так, и так. Мне эти туфли очень понравились тем, что они, в принципе, выглядят и как балетки, и как туфли. То есть их можно... Они универсальны. Их можно подо всем надевать. Поэтому мне они очень понравились. Сейчас светит солнышко, и кажется, что блестит. На самом деле они не блестят. Они такого черного матового цвета. То есть очень красивые. Мне они очень понравились. Они очень крутые. Вот. Так что очень-очень мне прям понравилось. Я первый раз, правда, заказываю. Естественно, что это ненатуральная кожа. Но при этом посмотрим, как они будут себя проявлять. Посмотрим, как они будут проявлять именно в жару. Потому что я планирую их носить, ну, когда потеплит, естественно. Не знаю, как они будут проявлять. Будут ли они очень сильно пахнуть ненатуральной своей кожей. Вот. Ну, посмотрим. Не могу ничего сказать. Туфли мне очень понравились. Опять же, да, кому интересно, я могу оставить ссылочку внизу. Ну, может быть, вас тоже заинтересует. Поэтому присмотритесь. Итак, убираю туфли. И показываю свой последний, второй товар. Это футболка. У меня, конечно же, я заказала несколько товаров. Мне уже очень многие товары идут. Один уже точно лежит на почте. Мне нужно будет прийти забрать. Кстати говоря, что касается почты. Ну, сейчас давайте покажу вам второй товар. И буду пока рассказывать. Что касается почты России. Я заказывала доставку по адресу. Соответственно, не через почту России. Поэтому там идет через какие-то транзитные страны. Ну, в общем, где, что и как, собственно говоря. То есть, идет где-то через транзит, где-то напрямую летит. Но непосредственно в любом случае. То есть, все товары доходят. Я даже вступаю в переписку с некоторыми сотрудниками. Кто там пишет, удостоверяется, скажем так, в точном адресе, в точном телефоне. То есть, в принципе, никаких проблем нет. Приходя на почту, соответственно, уже когда я пришла. Я просто заполнила через сайт Почты России непосредственно извещение. То есть, в электронном виде, слава богу, это все стало доступно. То есть, не надо ждать и приходить, забирать. Вы можете заполнить любое удобное для вас время. И просто прийти в рабочие часы, когда почта работает. Прийти, соответственно, в отделение. И предоставить распечатанное, заполненное ваше извещение на компьютере. И вам просто выдают, вам ничего не нужно заполнять, вам ничего не нужно оплачивать. То есть, вы уже оплатили, либо это была бесплатная доставка. То есть, в этом плане все очень быстро и удобно. Итак, непосредственно футболка пришла вот в таком вот пакетике. Это футболка черного цвета. Размерка здесь, размер, простите, S. Давайте посмотрим, есть ли здесь состав. Ну, футболка очень приятная на ощупь. Я думаю, что многие уже поняли, что означает надпись на футболке. Я сейчас посмотрю. Вот так, вы знаете, к сожалению, судя по всему, здесь нет этой бирки. Очень странно. То есть, здесь есть только вот такая вот бирочка. Ну, тут с указаниями, что можно с этим делать, сушить, не сушить и так далее, при какой температуре стирать. Футболка черного цвета. Здесь написано, вот нарисована такая вот эмблема, Stars, Reconpolis Dep. Я думаю, что многие, наверное, поняли сейчас, к чему идет отсыл на этой футболке. Но, кто не понял, ну, наверное, просто это не ваше или просто, может быть, просто, может быть, вы из другого поколения. И это тоже хорошо. Поэтому, на самом деле, футболка классная. Опять же, кому интересно, я могу оставить обязательно ссылочку под этим видео. Футболка длинная, ее можно комбинировать, как захотите. Тут даже можно вот так вот откладывать эти, закатывать рукава. То есть, там на фотографии на сайте было. Футболка из очень такого, вы знаете, плотного, хорошего материала. То есть, она не просвечивающаяся. Единственное, что я уже вижу, это что прилипает к ней все, что можно. Но, ничего страшного. Не знаю, правда, сколько она прослужит. Единственное, что вот здесь мне тоже непонятно. То есть, видите, тут как бы шов есть, да. Но она была сложена, конечно, это понятно. То есть, шов как бы... Ну, хотя, не, нормально. Я думаю, что после стирки, после глажки она придет в форму. Вот, хорошая футболка. Мне очень понравилась. Так что, я довольна качеством, в принципе, и туфель, и футболки за свою цену. Они оправдывают себя. То есть, очень классно. Не знаю, сколько продержится вот эта вот штука. Но тут главное правильно ее стирать. Вот. Ко мне идут еще товары. Уже один из них прибыл на почту. Но я дождусь, скорее всего, еще несколько. И потом уже обязательно сниму. То есть, я буду стараться снимать видео хотя бы по двум товарам. Потому что по одному снимать, ну, это уже, знаете, как бы... Вот видите, смотрите. Я подняла, она уже вся просто в катышках. То есть, здесь, конечно, без антистатика не обойтись. Швы здесь очень хорошо сделаны. Все прошито. То есть, все качественно. В этом плане, конечно, классно. Вот. Но по ощущениям, здесь не указан материал. Но по ощущениям здесь, как бы, знаете, трикотаж. Может быть, хлопок здесь есть. Не знаю. Не могу сказать. Вот. Так что вот такие вот небольшие товары. Опять же, кому интересно, задавайте вопросы. Пишите комментарии. В общем-то, можно на почту. Можно в комментариях под видео. Я обязательно отвечу на все ваши вопросы. Всем хорошего. Хороших, отличных выходных. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok